Друзья, я знаю, что среди вас есть любители игры PUBG. Загляните на канал моего знакомого, Dossy Style, и вы увидите интересный скилл и неплохой монтажик. Автор начинающий блогер, и ему, конечно же, очень нужна ваша поддержка в виде подписок и лайков. Не постесняйтесь, загляните. Ссылочка на канал в описании. Друзья, это Beholder 2. Продолжение игры Beholder. Как несложно догадаться, игра стала гораздо круче, гораздо интереснее. В этой части мы будем уже не присматривать за жильцами дома, а уже работать в самом министерстве. Да-да-да, том самом, куда поступали постоянно стукаческие записочки и звоночки. Теперь мы будем работать прямо там. Это только часть игры, потому что игра еще не в релизе. Это The Beta Test, бета-версия. Ну и без лишних промедлений давайте поиграем уже в нее. Погнали! И вот министерство одобрено приступить к работе сразу после приезда в Хельмер. Кейнинган. Твой отец мертв. Подробности при встрече. Итак, друзья, это вторая часть игры Beholder. Первая очень напоминала симулятор стукача, однако симулятором она не оказалась. Это оказался нелинейное приключение, нелинейный квест, который можно было пройти разными путями, с разными концовками. С разными там дополнительными квестами, у которых были свои концовки. Достаточно было интересно играть. Тут же мы будем играть за молодого парня, который устроился в само министерство. То самое известное министерство стукачей. Мы сразу же видим, что игра теперь выполнена в трехмерной графике. Такие вот локации очень здоровские. И, конечно же, я сразу же сообщу, что действия происходят в альтернативной вселенной. Примерно Россия, Советский Союз, не знаю. Примерно, наверное, 30-х годов, 30-х, 40-х годов. Соответственно, железная рука, железные рукавицы сверху. Сталинские времена. Здесь, конечно, напрямую не говорится о Сталине. Здесь говорится о неком мудром вожде. Репрессии, расстрелы, аресты. То есть, это все, чем живет эта игра. В общем, давайте приступать к игре. И, конечно же, я выставлю планочку для этой игры 30 лайков. Я надеюсь, что вам понравится смотреть ее. А также моя озвучка. Привет. Видимо, тебя я и жду. Меня зовут Джордж Хемниц. Добрый день, я Эван. Должно быть, ты важная персона. Эван, я прав? С чего ты взял? Я работаю в министерстве 8 лет, 4 месяца и 12 дней. За это время я обработал 18300 обращений от граждан. Выпил 1600 чашек кофе и был свидетелем почти 300 случаев гражданского неповиновения. А теперь спроси, сколько раз меня отправляли встречать новичка на входе в его первый рабочий день. И сколько же? Ноль, Эван. Ни разу за 3000 рабочих дня. Отсюда я делаю вывод, что ты важная птица. Я прав? Я большая шишка в министерстве. Моя фамилия Рейдрэф. Слышал такую? Рейдрэф? В смысле тот самый Рейдрэф? О боже, ведь твой отец... Продолжай, Ахимис, что ты хотел сказать? Прими мои соболезнования. Наверное, тебе очень тяжело сейчас. А ведь я виделся с ним почти 60 часов до его кончины. Мы с ним никогда не были особо близки. Если быть честными, мы и не общались уже лет 10. Я даже не знал, что он тут работал, пока вчера мне не сказали. Он не просто тут работал, твой отец был одним из самых уважаемых людей в министерстве. Руководил он на самом верху. И что самое удивительное, он не смотрел на простых сотрудников сверху вниз. Он был открытым и честным человеком. Что же произошло? Полиция уже что-то выяснила? Нам мало что говорят, так что у меня есть несколько фактов. Остальное – слухи и домыслы недалеких сотрудников. Какие факты? 50 часов назад твой отец выпал из окна на самом верхнем этаже министерства. Пролетев 37 этажей, он упал на мостовую и умер мгновенно. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. По крайней мере, нам так говорят. Маловато фактов. Возможно, у меня есть для тебя важная информация, касающаяся смерти твоего отца, но нам лучше поговорить об этом в тихом месте после того, как я проведу инструктаж и покажу тебе рабочее место. Как говорится, первым делом – дело. Готов к своему первому дню министерства? Да, готов. Веди. Ну вот и я веду. Ведет он. Не он меня, а я его. Здание министерства по правду считается одним из самых красивых функциональных строений страны. 37 этажей. Обратив внимание на статую мудрого вождя на площади, для ее изготовления было использовано 5500 бетона и 2400 металлических конструкций. А вот и обведенное место падения тела отца. Твой отец закончил жизненный путь свой здесь, на холодно-бездушной мостовой. Тут народ общается, болтает о чем-то. О, я, кстати, могу с ними поболтать, подслушать их. Ну-ка, 10 минут на это уйдет. Твой отец закончил так. Сейчас я подхожу. Торин видел, как он летел. Говорит, с самого верхнего этажа. Сначала стекла посыпались, а потом он. Вот черт, наверх, как же головы полетели. Наоборот, тишина стоит. Объявили траур, как обычно. Это-то и пугает, понимаешь? Просто так министры с верхних этажей не летают. Что, у них дел больше никаких нет? Тихо ты, сам захотел полетать. Да ты что, я так, я не имел в виду. Пойдем-ка отсюда. Этот диалог показывает, что люди запуганы и живут в страхе. Что тут произошло? Я уже три дня в Министерство распределения отчета нашел. Все пропустил. Говорят, Трэд Грей вчера выпал из окна. Ты вообще представляешь, кем он был? Да как не знать, он большой начальник. Как такое могло случиться? Не знаю, лучше об этом не думать. Ну, заходим в Министерство. Похоже, это пропускной пункт. Безопасность Министерства – это отдельный повод для национальной гордости. Охранник здесь – твой лучший друг, особенно если ты умеешь с ним договориться. С начала этого года благодаря охранному ведомству было предпочтено почти тысяч попыток терактов. И это почти четыре зарегистрированные попытки в день. В общем, на всякий случай, носи при себе наличность. Не порти им статистику. Понимаешь, о чем я. Да? О, смотри, кто-то попался. Новые технологии на Страже Человечества. Нифига себе, смотрите, охрана его начинает бить, а все остальные хлопают. Жесть. Новейшее оптоволокно соединяет эти рамки с главным министерским реестром. Скорость передачи данных более 10 гигабит в секунду. Любая запрещенная вещь будет сразу же обнаружена детектором. На разработку этой технологии было потрачено более 180 миллионов. Правда, всегда есть возможность эту рамку просто обойти, если умаслить безопасников. Вот утащили чувака, видите? Куда-то. Ужасно. О, еще можно подслушать. Забыл свой код доступа к терминалу. Что теперь делать? Ума не приложил, вдруг его кто-то другой вспомнит. Да, беда. Глупенькие какие. Да, как я уже говорил, в здании 37 этажей, двое больше подземных, по крайней мере, по официальным данным. Чем выше этаж, тем престижнее работа. Если будешь стараться, то, быть может, тебе дадут допуск на верхний этаж. Конечно, имей в виду, многие пытаются получить повышение, и конкуренция очень жестокая. На что только не идут люди, чтобы получить место получше. Кто-то подсиживает коллег, кто-то втирается от доверия к начальству. Некоторые сумасшедшие вообще пытаются подняться по карьерной лестнице честно. Странные люди, ей-богу. Честным путем тут очень тяжело добиться чего-то. Так уж все устроено. Но думаю, что у человека с твоей фамилией есть отличные шансы продвинуться по службе. Однажды тебя повысят, ты зайдешь в этот лифт, а остальные будут тебе завидовать. Нажимаем на лифт, и написано, будет доступно в полной версии игры. То есть, ну, все понятно. До первого крупного повышения. По всей видимости сделано это бета. Мы должны помнить о том, зачем мы здесь, благодаря чему и благодаря кому. Здесь проходят общие собрания. Чаще всего это довольно обыденные мероприятия, где выносятся поощрения или выговоры отдельным личностям. Бывает, что тут публично осуждается действие соседних государств. Общая площадь этого первого этажа составляет 440 тысяч квадратных мест. Просто дух захватывает, не правда ли? 440 тысяч квадратных метров бюрократического рая. Ну, идем дальше. А вот и очереди. Видишь, очереди каждый из этих людей перешел сюда со своей проблемой. Настоящие эти проблемы или надуманные решать не нам. Наша задача направить людей в нужные ведомства. Но важно не слишком усердствовать, чтобы у граждан не создалось впечатление, что у министерства нет других дел. О, давайте подслушаем этих чувачков, что они тут говорят. Видел, как тебя обыскивала охрана. Что хотели? Да, кто их знает? Говорят, лысого ищут. Но у тебя же есть волосы. А под ними-то я лысый. Пока разобрались. Понимаете, да? Насколько все бюрократично. Этот тип такой неуклюжий. Постоянно что-то роняет все время, забывая, как его зовут. Глупенький какой-то. Собирает бумажки свои. О, кстати, с ним можно поговорить. Или нельзя. Если долго сидеть не берегу реки, то можно увидеть проплывающий мимо тело врага. И это к тому, что нейтральная или, как я его знаю, безразличная позиция, вполне логичный выбор. Здесь работает много людей, которым все равно. Давайте попробуем, может, поговорим мы с ним. Да, конечно, давайте пнем Морриса. Кто еще не пинал Морриса сегодня? Кофе сегодня на голову мне уже выливали. Острая булавка в сиденье стула была. Это же так весело, толкнуть неуклюжий на тюфака Морриса и потешаться над ним. Как он ползает и собирает бумаги. Помочь плюнуть ему в лицо, пройти мимо. Помогу. Давай я помогу. Очень смешная шутка, молодой человек. Ха-ха-ха. Я серьезно, с удовольствием помогу вам все собрать. С чего это вдруг? Вы не из нашего министерства или новенький? Сегодня мой первый рабочий день. Это многое объясняет. Интересно, сохраните вы такое отношение к людям дальше или станете как остальные? В любом случае, большое вам спасибо, молодой человек. Неуближи Моррис. Это, конечно, не тот человек, который приятно и выгодно иметь в друзьях. Но будьте уверены, я отблагодарю вас в меру своих скромных сил. Не стоит, это мелочи. Круто. Мы помогли ему. Достойный выбор. Просто помни, что помочь всем ты не сможешь, как не пытайся. Поверь мне, я пробовал. Чувачек довольный с бумажками уходит. Иногда лучший выбор это не вмешиваться вообще. Ну вот, видите, такое вот решение я принял и решил помочь этому чуваку. Надеюсь, он нам когда-нибудь поможет ей отблагодарить нас. Друзья все-таки нужны, как бы то ни было. Тетька-продавщица. Ты кто? Что-то я тебя не видела раньше. Добрый день, меня зовут Эван, я тут новенький. Не такой уж и новенький, как я погляжу. А я Сирена Марвис. И вот тебе мой совет, новенький. Если рассудок и жизнь тебе дорогие, держись подальше от торгового автомата. Поговорите во всем. Что тебе интересно? Не знаете, какая температура на улице? Я тебе не термометр. Поговорите о торговле. Как вам удается пройти мимо охраны? Министерство, это же режимный объект. А что, на режимных объектах люди с воздухом питаются? Раньше на этаже целая столовая работала. Когда из-за экономии закрыли ее, народ начал от истощения прямо на рабочем месте помирать. Вот начальству и пришлось разрешить торговлю. И что, вас никто не останавливает? А попробовали бы они меня остановить. Я вмиг на них управы найду. Ого, да вы влиятельная персона. Я тебя умоляю, я тут уборщица работала. И знаешь же, как бывает, обслугу никто не замечает. И вот я наслушалась, да насмотрелась всякого. Когда столовую закрыли, я быстро прикинула, что к чему и пошла прямо к начальнику. С ним-то мы быстро по сумме договорились. А вот начальник службы охраны ни в какую не хотел меня пускать. Пришлось напомнить ему, что произошло на празднике порядка за пару лет до этого. Он сразу подобрел. С тех пор охранники только и улыбаются ручками машек. А что произошло? Так я тебе и сказал, ага, чтобы ты через охрану тоже пирожки, через проверки начинки таскать смог. И меня без заработка оставил, да? Так, ну больше мы с ней не можем поговорить. Мы видим, что уровень авторитета нужен 200. У меня он сейчас 0, да и денег нету. Пирожки хит сезона. Давайте пробежимся дальше. Вот и зал общей работы. Здесь ты проведешь довольно много времени, работая или общаясь с коллегами. Так. Какой-то чувачок стоит. Привет. Меня зовут Эван. Недавно тут работаю. Поговорить торговать мы с ним сможем только от 550 авторитета. Какой-то чувачок в своей кабинке. Вот твое рабочее место. Можешь пока осмотреться, как только будешь готов. Я выдам твое первое задание. Давайте еще пробежимся. Вот тут наше, значит, место. Наше окошко, где мы будем работать. Телефончик. Недоступен пока что. Тетя. Тоже работница. Отчеты. Потом поговорим. Нифига себе. Наглая. О, парень какой-то. Отвали, мне некогда с тобой разговаривать, какие-нибудь все грубые. Ну ладно. Тогда мы к нашему наставнику. Осмотрелся, я покажу тебе твое рабочее место и объясню, как здесь, что работает. Ты уже знаешь, чем будешь заниматься? Расскажи про работу. Итак, мы с тобой находимся в зале общей работы. Люди в этих кабинках распределяют всех посетителей по министерствам и кабинетам. Считай, что это первая линия нашей бюрократической обороны, за которую могут прорваться только избранные. Это про нас? Чувствуешь себя избранным? Люди часто так думают, что они особенные, но по факту мы все одинаковые. Два квадратных метра кожи, 200 костей, 5 литров крови, если, конечно, ты не почетный донор и хорошо питаешься. И все мы рано или поздно умрем, но кроме мудрого вождя, понятное дело, он, наверное, не умрет. Никогда. Но перед смертью надо хорошенько поработать. К тебе будут приходить посетители, тебе нужно выслушивать их обращение, выбрать подходящий бланк, министерство и открытый кабинет. Нажимаешь нужные кнопки в терминале, печатаешь и отдаешь готовое направление посетителю. Завершить обучение. Ребят, я уже немножко представляю, как здесь что-то проходить, поэтому я не буду дальше читать эти три подробности. Теоретически все понятно. Сейчас проверим, насколько теория отличается от практики. Итак, начнем с самого простого. Бланков обращения. Твое задание на сегодня обслужить 5 посетителей. Он, чувак, закидывается таблетками рядом. За выполнение плана ты будешь получать очки авторитета. Я предпочитаю работать вообще-то за деньги. Эван, авторитет, министерство ценится гораздо больше денег. Деньги можно украсть или найти. Авторитет только заработать. Без него можно забыть о повышении, о премии, да и о карьере вообще. Некоторые коллеги не станут с тобой даже разговаривать, если у тебя не будет достаточного веса в министерстве. Спросить про выполнение плана, про авторитет, про посетителей. Кто все эти люди? Это простые люди, не такие, конечно, как ты и я. Мы все-таки работаем в министерстве. Это обычные люди с обычными проблемами. Когда они не могут их решить сами, они приходят к нам. Мы их последняя надежда. Эван, если не поможем мы им, им не поможет уже никто, помня об этом. Они будут плакать, ругаться, смеяться и даже угрожать тебе. Они могут быть неприятными, грубыми, подлыми и даже жестокими, но ты должен помнить, они пришли к тебе за помощью. И твоя работа... Я понимаю, моя работа помогать им. Неверно. Твоя работа корректно обрабатывать их запросы. А помогать им или нет, это уж как получится. Ведь не будешь же ты помогать им в ущерб тебе, верно? Это только я тут, как белая ворона, переживаю за незнакомых людей. Поговорить о семье. Работа тут напряженная. Извини за личные вопросы. Как у тебя семья? Жена, двое детей, собака, квартира, класс седая. Жена не против, что ты много работаешь? Я занимаюсь важным делом. И Роза понимает, ведь долг перед обществом превыше всего. Правда, иногда она не удумывает, когда этот долг перед обществом. Когда я так успел задолжать перед обществом. Мне кажется, что это просто милая шутка. Что за квартиры класса Д? Почти все чиновники, поработавшие больше пяти лет, получают место в очереди на жилье класса Д. Мы много были в листе ожиданий. В итоге были вознаграждены. Просто сказка. Собственный санузел стоит того, чтобы ждать. Я слышал, что тебе сразу же выделили жилье класса Д. Ты невероятно счастливчик. Наверное, все же есть преимущество в том, чтобы носить фамилию Редгрейв. Сколько у тебя детей? Двое. Астра моя гордость. Ей всего пять. Она уже знает наизусть все директивы прошлого года. Адам на два года старше. Ты сыном не гордишься? Не в этом дело. Он у нас особенный. Так уж вышло. Что случилось? Аспергилу у Сниггерс случился. Что это еще такое? Это обычная черная плесень. Вывезти ее очень сложно. А последствия соседства с ней, ну, скажем так, менингит не самая полезная штука для ребенка трех лет. Какой ужас. Слышал, вывезли собаку сейчас совсем не просто это сделать. Не так уж и сложно. Просто долго. Написать все семь типов заявлений, пройти медкомиссию, получить заключение психолога и нарколога, предоставить выписки из банка и домовой книги, справку с работой, сделать все копии со всех документов от паспорта с военным билетом до свидетельства на право владения холодильником, еще согласие с соседней. Ну, в общем, ничего такого, с чем легко не справится любой чиновник с опытом. Зато сейчас собака радует детей. Ну, что? Давайте, наверное, закончим разговор и пойдем поработаем немножко. Так. Идем на свое рабочее место. Вот окошко приема посетителей. Здесь мы будем обрабатывать их запросы и правильно распределять. Вот кабинеты с их временем работаем. Тут мы получаем бланк и тут будут проходить посетители. Поехали. Здравствуйте, я принесла ветеринарные паспорта всех моих кошечек. Я могу теперь оформить кототерапию как лекарственное средство. Лекарственное средство? Да, для одиноких женщин. По одной кошечке на каждый год одиночество. И все печали как рукой снимает. Куда мне передать документы? Так, это либо информация, либо запрос. Могу ли я теперь оформить? Это запрос. Выбираем запрос. Так, это либо... Здоровье нет. Труд. По идее это труд. Она же трудиться собирается. Оформить кототерапию. Давайте выберем именно труд. И теперь работающий кабинет нам нужно. 154. Самый первый. Понедельник мы видим, он работает. Выбираем. Проверяем. Угадал ли я? Нет, я не угадал министерство. Это была социальная защита. Посетитель. Я требую посадить Филиппа Курье, водителя молоковоза, за халатное отношение к работе. Посадить. Значит, это донос, наверное. Он остаток молока и цистерны не сливает, как это полагается, в канаву. А остаток бездомным кошкам на пустыре. Донос. Ну, блин. Порядок, наверное. Порядок, кабинет 101 пусть будет. Угадал? Не угадал. Это оказалось труд. Блин. Денежки-то не зарабатываются как-то у меня. Я прошу министерства труда, труда, обратить внимание и наказать руководство сберегательной кассы номер 12 за непрофессионализм. Я вчера хотела снять деньги со счета, а мне сказали, что решением руководства на все деньги вкладчиков были приобретены облигации военного займа. Но это же совершенно неправильно. Даже я, продавец, знаю, что сейчас надо брать облигации управления шахт. Интересно. Но все-таки давайте разберемся. Министерство труда. Обратите внимание и наказать. Донос. По-моему, это донос Министерства труда. Давайте проверим, насколько точно получилось. Нет, я выбрал бланк неправильно. Это был не донос. Видимо, это была жалоба. Вот видите, как ошибаться легко. Я пока что еще не заработал ни одной денежки. Здравствуйте. Я принесла аналитическую записку о мерах повышения наполняемости театральных залов. Мы посчитали, что возможно обеспечить рост на 107% за счет воспитанников детских садов, а также контингента домов престарелых и психиатрических лечебниц. Министерство культуры и спорта уже согласовано. Теперь необходима виза. Министерство социальной заботы. Иначе нам психов не отдают. Запрос. Видимо, это запрос. Видимо, социальная забота может быть. Давайте еще раз посмотрим. Или же нет. Она информацию принесла нам. Информацию в министерство. Нам необходима виза социальной заботы. Иначе нам психов не отдают. Блин, сложно. С одной стороны, нам необходима виза социальной заботы, как запрос. Может быть, мы действительно запрос делаем? Социальная забота? Давайте так и сделаем. Вдруг прокатит. Хотя, вроде как, она информацию нам принесла. Да, смотрите, прокатило. И мы получили первые 50 монеток. Так, последний бланк доступный. Хочу подать списки сотрудников нашего завода с показателем за прошлый месяц. Ударники труда отмечены красным, тунеядцы, серым. Ну, мне кажется, что это информация по труду. 154 отправляем в кабинет. Да, я угадал. Еще 50 монеток заработал. Мы можем еще немножечко за 2 часа потрудиться и попытаться заработать монетки. Но я не буду этого делать. Давайте лучше вернемся к нашему куратору. Поговорим с ним. Отчитаться о выполнении. Я выполнил план. Что дальше? Постарайся реже ошибаться в работе. Внимательнее слушай запросы граждан. И направляй их в работающие кабинеты. От твоей работы зависит очень многое в нашей стране. Мне больше всего... Мне больше нечего тебе рассказать о работе. Дальше сам. Осваивайся. Знакомься с коллегами. Зарабатывай авторитет. Работая прилежно 8 часов в день, рано или поздно ты станешь начальником и будешь работать по 12 часов в день. Не это ли прелесть? Я учту это. Спасибо, Джордж. Я запишу в журнал, что ты прошел инструктаж. В тележке у стола лежат необходимые документы. Возьми их. Отнеси Магди Ракович, секретарша и начальника. Спасибо. Вот эта тележка с документами. Мне казалось, что это копировано. Нет, это тележка. Забираем отсюда отчеты. Перетаскиваем вот сюда. И идем к секретарше. Прямо вот по этим стрелочкам. Так, лифт не... Не лифт, телефон не работает. С этими мы попозже пообщаемся с ребятами. Ну, идем к секретутке. Так. Вот большая секретутка. Что еще? Привет. Кто вас так научил обращаться с женщиной, которая старше вас? Извините. Что еще? Джош Кэнс попросил меня передать вам документы. Надеюсь, вы в них не заглядывали? Мне это неинтересно. Я не спрашиваю, интересно или нет. Ознакомление с документами, на которых стоит вот такая печать, без допуска к секретной документации, может стоить вам свободы и даже жизни. Я понятно изъясняюсь? Вполне. Но я предпочитаю не совать нос в чужие дела. Мне все равно, что и куда вы суете. Есть правила, регламенты и инструкции, которые необходимо соблюдать. Если вы хотите задержаться в министерстве больше, чем на день, в случае ошибки вас не спасет ничего, даже ваша фамилия. А что не так с моей фамилией? Вы еще здесь и продолжаете испытывать мое терпение? Извините, я ухожу. Вот ведь сучка. Что ж, нам нужно постепенно возвращаться, как мы и договорились, вот у ног вождя, поговорить с Хемницем на улице. Давайте туда тогда сразу же бежим. И на этом я, наверное, буду завершать эту серию. Она и так из-за диалогов затянулась немножко. Хотя эта игра вообще, как вы помните, сама по себе все-таки приключение, квест, хоть и не линейный, но все-таки квест. Именно поэтому здесь будут много болтать. Здесь будут различные сюжетки и здесь будет много историй. Поэтому следующее прохождение мы начнем как раз с общения с Хемницем у... Опа. Постойте. Ничего себе. Это я, неуклюжий Морис. Помните меня? Вы помогли мне собрать бумаги, когда все остальные игнорировали меня. Я обещал благодарить вам. Вот, это немного, но все, что я могу. Книга. Лучший учитель и все помощи вы можете обладать новыми навыками. Спасибо, Морис. Я вам очень признателен. Это вам спасибо за 15 лет, что я тут работаю. Вы первый, кто не прошел мимо. Круто, ребят. Это очень круто. Серьезно. Прям реально крутяк. Потому что по секрету скажу, в дальнейшем нужно будет некоторые книги покупать. И если книга у нас уже есть, ее не нужно будет покупать. То есть мы сэкономили, грубо говоря, сейчас на деньгах, которые потенциально нам придется зарабатывать. Так, проходим посты охраны. Пробегаем, не общаемся, бежим на выход. День подходит к концу, несмотря на то, что времени много. Но работать я пока больше не планирую. Я планирую сейчас поговорить. Давайте все-таки я поговорю с Хельмсом. И день на этом я закончу. А значит и прохождение этой серии. Итак, вот он. Ждет нас у памятника. О чем ты хотел поговорить, Эван? Я хотел поговорить про твоего отца. То, что с ним произошло ужасно. И я должен тебе кое-что рассказать. Я слушаю. То, что я тебе сейчас расскажу, знает не больше 20 человек в стране. И сильно рискую, посвящая тебе хоть какие-то детали. А потому очень прошу тебя, никому ни слова. Хорошо? Выкладывай. Как ты знаешь, несколько лет назад меня назначили проверяющим по этажу. Но вместе с этим меня привлек к работе шестой отдел. Это же сказка для обмывателей. Это миф. Самая главная хитрость дьявола в попытке убедить людей, что его нет. Шестой отдел считается вымыслом. Именно потому, что его руководитель так решил. Если быть точнее, так решил твой отец. Отец руководил шестым отделом. И чем вы там занимались? Тогда был запущен секретный проект Хендель. Которым руководил твой отец. Там мы и познакомились. Я всегда был очень хорош в цифрах. Потому меня и привлекли для оценки статистических погрешностей и возможных последствий. Он мало рассказывал о себе, но несколько раз упоминал о том, что у него есть сын. В эти мгновения у него загорались глаза. Он гордился тобой, поверь мне. Что еще говорил мне про меня отец? Мы не общались последние 10 лет. Он упоминал, что вы не поддерживаете связь. Но всегда надеялся, что когда-нибудь ты присоединишься к нему. Почему ты так считаешь? Потому что за несколько дней до смерти он написал тебе письмо. Такое чувство, что он знал, что с ним что-то случится. Письмо? Оно у тебя с собой? Нет, оно дома. Я не ожидал, что ты так быстро объявишься. Я отдам тебе его завтра и расскажу обо всем, что знаю в каком-нибудь тихом месте. Спасибо, Джордж. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Не стой, Тевен. Твой отец был добр ко мне. Это меньше, что я могу для тебя сделать. А, Хендель, что это был за проект? Не здесь и не сейчас это слишком опасно. Нужно выбрать тихое место и подходящее время. Как насчет завтра? Я расскажу тебе все и ты сам решишь, что делать с этой информацией. Пока. Расскажи... Спасибо, что рассказал про отца, Джордж. У нас еще будет время поговорить. До завтра. Окей. Идем домой. Итак, мы дома. Ребят, на этом я заканчиваю прохождение. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть в моей озвучке эту первую серию прохождения игры Beholder 2. Нам уже стучатся в дверь, я вижу. И интересно, кто же к нам пришел. Но я пока не буду с этим спешить. Как всегда, с вас жду 30 лайков под видео, комментарии, пожелания. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»